Приветствую вас, дорогие друзья! Ну что ж, я вот подумал, о чем еще можно побеседовать. Давайте с вами прикинем. Не-не-не-не, слышь, давай... О чем можно побеседовать? Давайте подумаем, какие темы у нас есть любопытные. Ну, ладно, давайте поговорим о зависимостях. Вот, знаете, я помню, я уже говорил, что в прошлом я употреблял наркоту, и много чего употреблял, очень много чего употреблял. И был такой, короче, у меня инсайт. Инсайт это означает, ну, типа, откровение. Просто откровение это такой более глубокий оттенок в нашем языке, в русском языке имеет. Но инсайт это вот очень хорошо передается, именно с английской точки зрения. Потому что, знаете, некоторые слова, вот, они вроде одинаковые по значению в разных языках, но они все равно по-разному понимаются. То есть кажется, да, вот там переводишь какое-то слово, и оно кажется одинаковым, ну, по значению. На самом деле есть свои оттенки, и надо это учитывать. Вот почему, например, у нас сейчас любят, говорят, слово профит, да? Я там это сделал, короче, получил с этого профит. Потому что когда вот по-русски говоришь выгода, да, сразу как-то выгода, потирание рук, там, знаете, какой-то такой человек, как бы ассоциируется с жадностью. А профит это что-то такое нейтральное. А значение одно и то же. Ну, то есть можно сказать, как доход, да, ну, сказать, я с этого доход получил, как-то странно, получил с этого выгоду, ну, как-то корыстно звучит, да? А профит нормально, то есть, ну, давай, короче, будем сотрудничать и получим с этого профит, да? Получим с этого выгоду, ну, как-то разделяет людей. В общем, и в английском реально, как бы, те, кто по-английски говорят, они вот профит именно так воспринимают, в нейтральном смысле. Поэтому и мы используем это слово как отдельное. Хотя может показаться поверхность, что оно означает одно и то же. Э-э-э, господи, опять, о чём я? Э-э-э, да, о зависимостях. Так вот, такая тема есть, что, вот, инсайт, опять же, что у меня был инсайт. Я употреблял, когда ещё учился в школе, наверное, в старших классах, и ещё в начале, на первом, наверное, или втором, нет, по-моему, на первом я уже завязался этим, э-э-э, амфетамин. Вот в чём фишка, понимаете? Например, мне что-то делать лень, да? Ну, там что-то делать лень. Я нюхал амфетамин, и у меня просто пропадало понятие лени. Если кто не знает, амфетамин такое вещество, которое вы употребляете, и у вас много там сжигается жиров. Ну, там, в общем, большое воздействие оказывается на организм. Идея в том, что у вас энергия перевуполняет. И вы не то, что, ну, вам что-то лень делать, вы не можете чего-то не делать. Вам постоянно надо что-то делать, 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 делать. И, так как я в своё время, ну, был лентяем, так я предпочитал сидеть, играть за компьютером и гулять с друзьями, но, хотя нет, я вообще-то был довольно активен и очень много спортом увлекался и прочее. Ну, в общем, всё равно я был лентяем. Не знаю почему. Так вот, господи, какой ты там классный, да, и выглядит зачётно. Вот, и что хочу сказать, что получалось, что, понимаете, вот наркотик, да, этот, оказывал стимулирующее воздействие. То есть, бац, ты его употребил, и тебе уже делать что-то не лень, да, какие-то страхи пропадают. В этом, в принципе, его и прикол. То есть, не то, что, хотя там было эйфории немного, но дело не в этом. Я не к тому веду. Я хочу зайти сразу из такой темы, знаете, сильной зависимости. То есть, чтобы показать, что, ну, наркотики, это, ну, в наше время считается прям, ну, прям какой-то, знаете, мощный показатель зависимости. И, в общем-то, правильно считается. Вот. Ну, переходим дальше. Есть такая тема, например, связанная с, ну, как это называется, господи, с, ну, например, чаем, да. Гоша, ну что ты сравнил чай, там, с амфетамином? Ну, вы знаете, по сути разницы в этом плане нет. Вот. То есть, амфетамин, да, даёт тот же самый эффект, что и чай, или уж тем более кофе. Да, всё-таки в чае там есть таунина, это, ну, легче усваиваемый кофе... Ну, это тоже кофеин, но он легче усваивается, и он не так вреден для сердца, скажем так. Вот. Так, тихо. Стой. Бам. Ах, ты маленький живучий крокодил. Обалдеть, на первых рангах никто не играет. Куда катится эта игра? Куда она катится? Ну, ладно, может, меня просто так закинуло, а может, сейчас просто утро, не знаю. Вот, и... Фига, да этот бот просто мерз... мега дерзок. Ладно, игроков всё равно нет, можно с ними постреляться. В щелочку ему. Твою, налево, в щелочку, сказал. А, ладно, сойдёт. Сам прогорит. Так вот, например, когда мы употребляем... Вот, вот смотрите, вы пьёте кофе. Не знаю, обращали вы внимание на это или нет, но я обращал. И вот как это происходит. Я просыпаюсь, мне надо, например... Ну, так, это было раньше, сейчас я кофе уже не пью. Мне надо было поехать в университет. И я чё-то там, короче, поздно вернулся домой. Или я был с попойки, или я там всю ночь играл в компьютер, либо просто поздно лёг, смотрел там что-то, да? Всякое могло быть. И вот. Ну, или просто я нормально выспался, но... Есть такой момент, что мне хочется быть активным, понимаете? Хочется прям... Пам-пам, короче, чтоб голова соображала, чтоб я чётко отвечал, полная энергия. Почему? Потому что, когда я так себя веду, люди на меня реагируют, типа... Да, этот парень такой позитивный, понимаете, куча энергии, все дела. Ну, все знают эту тему, когда вас одобряют, и это очень приятно. Ну, когда вы такой, о, да, привет, да, бля-бля-бля, то все такие, ну, как бы... Не обязательно, что они так думают, но это из-за разряда. Ну, да, этот парень, как бы, такой, как бы, не в тонусе, понимаете? Конечно, если вы там постоянно спортом занимаетесь и прочее, то вы чаще будете оказываться в тонусе, но, в целом, когда вы употребляете, там, например, попили кофе, да, и сразу в тонусе, там, такие идёте, крутые, короче, там, появляетесь, у вас бам-с-бам, сердце фигачит, кровь быстро циркулирует, обмен веществ ускоряется, за счёт этого у вас, там, поступает больше кислорода в кровь и прочее. Ну, разумеется, сердце изнашивается, но при этом вы, как бы, активно такие, понимаете, вы получаете с этого профит. Вот, и из-за этой штуки мы... Ах ты, маленький, уйдёт! Уфига от него аж отлетел туда. Из-за этой штуки мы, ну, собственно, это и употребляем. Хотя кто-то говорит, нет, мне просто нравится вкус, там все дела, конечно. Тебе просто нравится вкус кофе, нравится вкус пива, нравится вкус сигарет, вот, сто процентов. Вот, например, такая же тема вот с этим вот одобрением, да, когда мы там курим, например, сигареты, да, ну, если мы курим сигареты. Вау, 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 вау! Мэн понял, что его обошли, и, как бы, он... Давай налево, надо чуть-чуть было... Ух ты, хорош, да? Я ещё выжил. Да, тяжело ему так будет попасть, но я постараюсь. Офигеть, в ИНЛД не загорелся. Е-е-е! Давай, бро! Бам! Ха! Явно не в твою сторону такой размен, бро. Ты же там под артой стоишь. Эти могу накидывать через... Хотя, не знаю, тут бот вроде. Бам! Так. Любопытно. Не, ну... Е-е-е, суперэп. Так вот. И выходит, что, когда мы подобного рода... Ну, давайте назовём их стимуляторы. Используем, да? То... Это, кстати, я хочу подчеркнуть. Это не только с веществами связано. Хоть, ну, с веществами, ну, вроде там, сахара, кофеина. Это просто, ну, более понятные вещи. Ой, слушайте, этот парень точно на меня идёт. Да твою ж налево, Гошан. Нет, ты не уйдёшь. Ты не уйдёшь. Ах, ты маленький, ушёл, смотрите. Всё, его подбили. Ну, вроде он... Только подбит. Но не уничтожен. Ах, твою ж налево. Как будто сквозь него проходит. Вон, всё равно тут делать нечего. А я обожаю темы со стрельбой в самолёты. Это как? Я не знаю. Ну, всё, он падает. Это как... Воу. Вот, ты чё, офигел. Так вот. Это хочу подчеркнуть, что вот эта зависимость, она связана... Воу-воу, не-не-не. А, это самолёт. Что эта зависимость, она связана не только с веществами. Вот, допустим, нет, это вроде там... Вот, наверное, не знаю. Не только с веществами. Вот, допустим, вы там хотите как-то одеться красиво, да? Ну, почему вы хотите красиво одеться? Потому что, когда вы появляетесь в обществе, там, стильно одеты, да, по последнему писку моди, как Дэнди Лондонский, все дела, то на вас смотрят, типа, понимаете, вот этот взгляд такой, типа, о да, этот парень крут, все дела. Вот, вот это ощущение, да, когда на вас так смотрят, оно рождает определённые эмоции, ощущения в теле. И эти ощущения, они приятны. И, соответственно, хочется их повторять снова и снова. И поэтому, ну, подсаживаясь на эти ощущения, а эти ощущения, это те же самые вещества, да, только у вас в крови. То поленепробиваемый гроза небес. Да! Эти вещества, они, ну, как бы создают ощущение, это та же самая наркота, понимаете? Почему там приятно нравиться девушкам, да? Потому что это вот эти вот вещи, даёт, как бы, вот эти ощущения, что-то такое. Пыленепробиваемый, офигаешься. Истребитель, это что такое? Наземная техника, битва против игроков 400, понятно. Слушайте, давайте повесим, кстати, мне нравится эта идея. Истребитель. Хочу, 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 хочу. Хочу, хочу, хочу. СССР. Э? Где истребитель? Даёшь истребитель, мазафака! Может, это в союзниках? Да, наверное. Да, истребитель. Да, видите, наземная техника СССР. Еее, истребитель, мазафака! Так, а чё такое-то? А-а! Гениально. Ладно, повернём. Оу-да, детка. Оу-да. Как-то он криво, видите? Либо так криво, либо так криво. Ну, в общем, не можем мы его как-то детально тут повернуть-довернуть. Ну, давайте... Давайте сделаем вот так. Нет, подождите, тут у нас двигатель, тут у нас боеукладка, а тут у нас пустое пространство. Ну, в истребитель он стрелять не хочет, потому что человек сам хочет быть истребителем. Но лучше в двигатель, чем в боеукладку. Так что давайте вот сюда. Он сюда стрелять не будет. Если сюда у него там пусто, здесь у нас будет двигатель. Да, сойдёт. Отлично, супер рэп. Погнали, следующий бой. Ну, так и вот. Получается, что мы подвержены вот этому, понимаете, влиянию. То есть, то же самое, что вы там под наркотиком, да. Или, например, люди некоторые, многие, употребляют марихуаны. Почему? Потому что, когда ты укуриваешься, то у тебя появляются такие ощущения. Ну, во-первых, ощущения расслабленности, такой разматости. Во-вторых, очень много смеха. То есть, получается, вы, ну, когда смеётесь, вам хорошо, понимаете. У вас там повышается уровень эндорфина в крови. И вы дополнительно ещё эти вещества получаете за счёт марихуаны. Либо, например, у многих от таких психотропов появляется тревожность. Состояние тревожности, паранойя. И это тоже человека захватывает, тоже даёт определённые вещества. Кто-то там говорит, мне не нравится ощущение тревожности, но человек всё равно продолжает употреблять наркоту, да, вот эту марихуану. И в итоге, ну, у него эта тревожность, она, он к ней привыкает. Ему хочется её снова и снова. А так как он в жизни её просто не получает, то, ну, как бы, приходится ему либо бороться с этой привычкой, либо потакать ей. Либо, например, алкоголь, да. Человек выпивает, и он чувствует чувство единения там со всеми вокруг. Чувствует, что он всех любит и прочее. Или там, что он сильно прав. Так как ему ощущений этих в жизни не хватает, а ему и хочется. Потому что они вызывают определённые ощущения в теле, очень для него приятные, да. То он, как бы, человек постоянно пьёт и пьёт. Если там жена ему любовь не даёт, да, но я имею в виду не в плане секса, а в плане, ну, не заботиться там о нём. И дети его там все терроризируют. То человек не знает, где найти ему эти ощущения, начинает бухать. Да, вот такие вот часто случаются вещи. Ну, или просто, если там человек одинок. Ну, всякое бывает. Либо, например, человек курит, да. Он выкуривает, и от никотина у него в крови вот такое ощущение появляется, что, типа, ну, типа, кайф, понимаете, расслабляет его. Хотя он же травится, это противный запах, одежда воняет и прочее. Но человека расслабляет. Второй момент, что... Ну, сейчас уже этого нет, но раньше, когда там держишь как-то сигарету, все же не просто курят, да, они там держат, там, там, затягивают, там, медленно выпускают. Целый ритуал создают. И это, как бы, тоже добавляет, что человек чувствует, что он, как бы, что-то делает, что он такой... Некоторые говорят, мне это помогает думать, там, понимаете? Человек чувствует себя таким, типа, крутым, как чуваки, там, в фильмах и прочее. Ну, то есть, опять же, это наша, там, звериная склонность подражать чему-то. Ну, и прочие тоже темы. То же самое с какими-то предметами роскоши, да, либо когда мы чего-то достигаем. Мы, например, вот, например, мы смотрим, да, я там первый в списке, в игре. О, да, детка. И такое ощущение рождается, что, да, я крут, короче, все дела. О, да, я попал в него на огромном расстоянии, на ходу, в сопреждении. О, да, детка, приятное ощущение. Вот. И вот эти ощущения, ну, то есть, ради этого мы тоже играем. Ну, то есть, мы же еще играем, например, в игру, да, и получаем ощущение, я иду на танки, здесь все, как бы, происходит красиво, все дела. То есть, это тоже ощущение. Вот. И получается, что мы на это дело подсаживаемся, понимаете? То есть, то же самое с наркотой, то же самое с чаем, кофем, с сахаром, с разными, там, темами, вызванными, например, спорами о политике. Когда я спорю о политике, меня столько эмоций захлестывает, что, ну, как бы, понимаете, эти эмоции, они своеобразный наркотик. То есть, я вот спорю там про политику, да, я прям чувствую, это сейчас будет пансить очень жестко. Так только боты умеют делать. Просто им пофиг вообще на все законы притяжения. Ну и ладно, собственно. Вот. И когда споришь, например, о политике, то, ну, так сильно эмоции захватывают, что мама не горюй. Так, погодите. Понимаете, кругом вот эта тема. И надо, ну, хочется как-то разобраться, что с этим, собственно, делать-то. То есть, с одной стороны, это дает разные ощущения, и в этом, ну, можно сказать так, прикол жизни, да, своеобразный. Что мы, ну, живем, у нас одна жизнь, мы умрем, и, кстати, надо наверх ехать, точку там сбивать. Подожди, я все правильно делал. И, получается, ну, как-то же надо тут что-то от жизни получать, иначе какой в этом смысл, там, горбатиться на работе, со всеми иметь дело и прочее, 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 прочее. Я от того, что все это, ну, все эти вещества, понимаете, все эти ощущения в жизни, да, они же что-то дозначат для нас. То есть, не зря же мы просто берем на всем этом, залипаем и стараемся, ну, что не взять, там, секс дает ощущения, да, какие-то, мы на них подсаживаемся, там. Чай, одобрение людей, какие-то достижения в жизни, да, то, что мы вот правильно поступаем, там, по совести, это тоже дает определенное ощущение. Мы на этом, как бы, зависим от этого. И, ну, как-то надо разобраться, нормально это, стоит ли так вообще действовать, либо все-таки как-то стараться с этим бороться. Ну, я вот, не знаю, как, знаете, некоторые говорят, должен быть баланс, середина. Ну, как понять, где этот баланс должен пролегать, и, собственно, почему он должен быть в этом вопросе. То есть, я, получается, завишу от чего-то, да, и это меня делает слабым, как по мне. Потому что, когда ты от чего-то зависишь, ты ограничен в выборе. То есть, да, ты, допустим, хочешь, там, быть здоровым, ты хочешь встретиться с какой-то девушкой, и при этом ты хочешь быть еще и в тонусе. Вот, но ты не в тонусе, допустим, в этот день. И ты знаешь, что если ты выпьешь кофе, то ты будешь в тонусе. И тут такой вопрос. Ну, допустим, ты разбираешься в теме и понимаешь, что это вредно пить кофе. И выходит, что ты, как бы, между двух огней. С одной стороны, ты зависим от идеи быть здоровым, с другой стороны, ты зависим от идеи, что ты хочешь быть в тонусе, да, и с другой стороны, ты не можешь от всего этого отказаться, потому что ты хочешь встретиться с девушкой. И получается, что любой твой выбор будет уже, как бы, ограничен этими факторами. Поэтому тебе придется выбирать чего-то из, ну, как бы, из этих, как вам сказать, из этих, там, допустим, четырех вариантов, да, из пяти, ладно, из семи даже. Но если бы не было этих ограничений, то этих факторов могло быть бы, допустим, не семь, да, а, там, сто пятьдесят семь. И поэтому, ну, больше свободы выбора. И тогда возникает вопрос, действительно ли, например, свобода является такой, ну, ценностью, да, чтобы ради нее, как бы, ну, там, отказываться от всяких, ну, как бы, от этих зависимостей. То есть, иначе вопрос поставив, что плохого-то в этих зависимостях, собственно, да? Ну, завишу я там от чего-то, ну, меньше у меня от этого свободы, но что с того, кстати? Давай ее налево. О, господи, что это такое? Ха, такой прикольный самолет, обалдеть вообще, меня радует. Такой явно мощный двигатель, и маленькие такие эти самые. Пиу-пиу-пиу, ля-ля-ля, хоп-хоп-хоп. Прикольный самолетик. И летает довольно шустро. Посадка и убраны. Понятно. Ладно. Уи-и-и, такой маленький вообще. Пиу-пиу-пиу-пу-пу-пу-пу. Ладно. Йо-ю, супер-ап. Ха, меня прикалывает. Ну, ладненько, посмотрим, что у нас тут есть. Давайте попробуем кого-нибудь сбить. Не знаю, можем ли мы на этом самолете что-то реализовать. Хорош он или плохой, но выглядит он зачетно, мне нравится. Самолет должен выглядеть прикольно. Ой, тут много. Ну ладно. Включаем режим мастера-ангибатора. Сейчас вот с этим. Разберемся. Ой, слушайте, а у нас довольно хорошо он поворачивает. Тут их еще и двое. Тихо. Давайте нырнем. Идем вот так вверх. Видите, они еще летают друг за другом. Поэтому это мне упрощает задачу отчасти. Ладно, давайте вот на этом сосредоточимся. Все, ладно, сваливаем. Так. Теперь вот этот. Не, не вот этот, а тот, кто сзади. Тихо. Набираем высоту. Так. И на него вот так вот делаем пике. Только не так, а справа. Давай, давай, Гошан. Молодец. Тихо, тихо. А, видите, он тоже что-то решил так сделать. Не, Мэн, а я просто от тебя улечу, короче. Ха. Ты там пока развлекайся. Так. Нет, скорость побыстрее. Наверное. Нет, Сарь догоняет. Надо вниз, значит, уходить, чтобы скорость разогнать побольше. Так. Ну что, Мэн? Готов? Тихо, 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 тихо. Налево. Теперь резко направо. Теперь резко налево. А. Надо, блин, балласт надо скинуть, короче. Вверх. Теперь вниз. Давай налево. А, не знаю. Попаду, не паду. Так. Поворот-разворот. Стоп, 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 стоп. Кто-то меня там жестко палит. Кошан. Давай налево. Кто-то меня жестко палит. А, это ПВОшки такие. Нифига себе. Ха, прикол. У меня еще там танк идет внизу. Так, ну что? Тихо. Не, аус в С не катит. А вот аус в Д нормально. Так, попробуем на него попасть. А, у меня бомб больше нет. Твою налево. Ха. Фейл. Ладно, тогда надо самолет сбивать. Давайте вот с этим. Не, этого мы не догоним уже. Стой. Стой, 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 стой. Налево, твою опасно низкая скорость. Сейчас мы это исправим. Давай налево. ПВОшки? Блин, как они чудом еще не попали ни разу. Эээ, ладно. Улетаем. Надо с самолетами разобраться. Какими-нибудь. Так, только нельзя прямо летать. Это все-таки самолет, все дела. Давайте добьем этого парня. Поможем. Так, там нам на хвост сели. Но это не проблема. Тихо. Фух. Вроде подожгли его. Должен прогореть. Так. Давайте вот с этим теперь. Тихо, 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 тихо. Твою налево. Что-то у меня, у меня походу попали. Тяжелее стало. Крутиться вертеться. Воу, 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 воу. Да, на порядок. Так. Но этот парень там явно бомбит. Что? Ладно. Whatever. Ой. Что-то у меня двигатель уже совсем. Ну, топливо у меня еще есть. Так что сойдет. Так, ну штуку мы вряд ли щелкнем. Это еще ПВОшки по нам начнут шмалить. Но надо последних самолетов добить. Пока можем. Не знаю, кстати, интересно, я могу? Да, могу. Вообще отлично. Ладно, у меня еще... О, у меня еще есть патронов и много причем. Давайте. Покачаем заодно этот самолет. Так, только скорость баем. Мы начинаем проигрывать. Не, ну не так сильно. Не знаю, почему мы его, кстати, так сильно теряем. Так, давай же. Господи. Быстрей. Все, все, надо уже включать мотор. Твою налево. Еле поворачиваюсь, смотрите. Еле поворачиваюсь. Не, 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 не. Да ладно, не хватило тяги. Блин. Твою ж налево. Надо еще летать и летать тебе, Гэшен. Тренируйся, тренируйся, мой маленький сынок. Пепельная река. Ну, в общем, в зависимости такая штука. Вот знаете, я помню, такие моменты были. Например, а, я уж не говорю про... Ладно, не буду. Не буду про это. Так, кстати, надо вертикальное сведение включить. Помню, как-то у меня был такой прецедент. Ну, в общем, вот это не кажется проблемой, пока вот, например, я не решил избавиться. Знаете, мне всегда казалось, что я в любой момент могу бросить пить. В любой момент могу отказаться от наркоты. В любой момент могу отказаться от сигарет. Ну, и от прочего, от того, от чего я по факту отказался, в конечном счете. Но это было не так просто, как мне казалось. Понимаете? Это было не так просто. В том смысле, что я довольно много парился, чтобы это победить. Много раз был срываться, особенно в плане, там, выпить и покурить сигареты. Особенно в плане, там, марихуаны, например. То есть, приходилось довольно сильно прикладывать усилия, понимаете? Это все не так просто. Когда куришь, кажется, ну, что, просто возьму и не буду курить. Ага, попробуй. То же самое с алкоголем, с, там, наркотиками разными. То же самое. Вот у меня сейчас, например, я пытаюсь избавиться от привычки есть сладкое. Ну, то есть, не то, что прям я постоянно его ем, но частенько такое бывает. Слушайте, этот парень, кстати, тот, может, сейчас нарвется на нас. А может, и нет. Так, ну, он явно там разворачивается. Так. Ха, почти. Ну, то есть, привычка-то, знаете, не так-то просто от нее избавиться. Ну, что, мастер заезжания на этих штуки. Ты лаешь налево. Нафиг. Тихо. Кто-то там справа, слева нас еще палит. Бам. Да ладно. Немцы имба. Давайте вот сюда вам пробьем. Что не так-то это и просто, как мне казалось. То есть, это серьезная тема. Попробовать избавиться от привычки, там, выпивать привычки. Ну, и прочие вообще привычки. Вот я сейчас пытаюсь избавиться от привычки есть сладкое. Я уже научился не покупать сладкое. То есть, это очень сильно помогает. То есть, если, допустим, у меня ничего сладкого нет, да, то я могу нормально. Мне иногда хочется, но я его не ем. Не потому, что я боюсь лишнего веса, поймите. Мне, я не против его есть. Но мне просто не нравится, что у меня прям, если оно есть, знаете, я прям ничего не могу поделать. Меня прям тянет покушать сладенькое. Либо попить, например, чай, да. Там тоже есть такая тема. Так, здесь, по идее, бот. Да, давайте его щелкнем. Чтобы он нас не палил. Для профилактики. Блин, нафига же я. Не-не-не. Стоп, стоп, стоп. Бот подождет. Бот подождет. Так, наводчик выбили. Значит, у него там перезарядка и проблемы. Еее, суперэп. Бот. И это не так-то и просто, короче, я вам хочу сказать. Хотя у меня уже к тому времени был опыт там. Я уже избавился. Ну, когда я начал пытаться перестать есть сладкое, я уже избавился от привычки пить, курить. Там никакой наркоты уже давно не употреблял. Я понимал, что в этом, ну, огромное преимущество, и что это того стоило, всех усилий. Ой, не-не-не-не, слышь. Слышь, не-не-не, короче. Просто не-не-не. А, блин, у них же профиль ниже. Твоя налево. Штуги такие вообще имба. Ничего с ними не поделаешь. Ладно. Ну, чё. Башня или просто наводчик? Просто наводчик. Так, ладно. А, у меня понятно. Короче, проблемы с вертикальным сведением. Ладно, придётся стоять и ждать. А хотя, чё, давайте ему туда кинем подарочек. Ой, блин, попробуй тут кинь подарочек. Смотрите, этот парень просто решил оттуда свалить в своём имба-танке. А у меня... Не, ну, за 15 секунд я успею чиниться. Точку мы берём. Видите, он едет её отбивать. Так, он перевернулся. И движется ещё. Причём, смотрите, он перевернулся и движется. Так, ну, понятное дело, у него вторая жизнь есть. Так, что будем его ждать. Пока я не знаю где. Так что, в общем, непросто. Даже если вы считаете, что, ну, не хотите от какой-то привычки избавиться, то есть, ну, или вы как бы понимаете, что она вредна, но в целом, как бы, пофиг. Одна жизнь, это справедливое решение. Потому что, ладно, если вы там верите в ад и рай и прочую тему, то тут ещё можно понять. Но если у вас нет какой-то такой идеи, да, что после жизни есть какая-то другая, то, ну, как бы, как... Это одна жизнь, и только вы её, как бы, проживаете. Никто не имеет права вас осуждать. Есть просто разные на этой позиции, мы их сравниваем. Ну, даже если так, попробуйте просто по приколу от какой-нибудь привычки избавиться. Ну, от какой-то такой, знаете, который вы, типа, считаете, да ладно, это там просто. Только дайте там, ну, нормальный какой-нибудь... Хотя бы на месяц. И даже если у вас получится продержаться, обратите внимание, что... О, слушайте, да это игрок. Твой налево, что-то у меня проблемы с перезарядкой. Этот парень мне прошивает тут шикарно. Ладно. Подожду. Вот, попробуйте. Просто ради эксперимента. Чего-нибудь там не использовать, да, чего-нибудь не употреблять. Например, месяц. Вы удивитесь, как сильно привычка воздействует, и как тяжело это сделать. Это, знаете, да даже своеобразный спорт какой-то. Я не говорю про самоуничижение, потому что здесь явно профит имеет место быть. Потому что когда вы, например, не пьете кофе, то... Слушайте, смотрите, этот парень вообще... Может, конечно, он успеет заехать за камень, но я сомневаюсь. Хоть, как бы... Ну... Короче, профит от этого есть, я вам так скажу. То есть, например, когда я перестал пить кофе, я стал менее раздражительным, да. То есть, стало... Появилось больше сил. Сердце стало крепче, и... Ну, там, бегать стало легче, короче. Высыпаться лучше. Бессонница пропала. Что касается там, например... Ну, про амфетамин я вообще не говорю. Про прочую наркоту. Про, например, марихуану, да. Тихо. Про марихуану, например. Когда я избавился от привычки марихуану употреблять, то мне стало больше радости в жизни. То есть, когда люди вот там постоянно укуриваются, они по жизни, ну, когда они укурены, они как бы... У них с чувством вибора немножко проблемы. Они смеются над... Ой, надо ждать. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да, закончилось. Мэн, а у меня танк-то потяжелее будет твоего. Секрет тебе открою. Ха. Небольшой секрет тебе открою. Так что... Стой. Отстань от меня. Просто... Да, блин. Прицепился ко мне. Ладно. Давай налево. Он ко мне прилип. Отстань от меня. Какого фига. Давай налево. Этот парень ко мне... О, это мой живой щит. Ха, не, не получилось. Живой щит. Ой, стоп. Стой, быстрей. Я успел. Успел, успел, успел. Езжаем отсюда. Ну, скорее всего, на меня поедет, но... Тут я ничего не поделаю. Так, ладно. Давай, мэн. У меня вариантов не так и много. Давай налево. Я не могу опуститься, подняться. Вот тена. Твою ж налево. Я серьез... О, зато я стал перезаряжаться почему-то быстрее. В чем логика? Я вообще не понимаю. Так, нагусливаю. Твою налево! Ему пофиг на мою. Ладно, мэн, давай. Мой танк, твоего тоже тяжелее. Тихо. Гениально. На ПТ-САУ пытаться... Давай, давай, падай, короче. Вообще. Падай и сиди там. Ха. Просто сиди там. Стой, стой, стой. Твою налево. Стой. Кусеница. Еее. Ха. Наивный. Ладно. Смотрите, они нашу точку взяли. Что нам делать? А, они еще втроем играют. Понятно. Ну, не знаю, вряд ли я успею их точку захватить. Наверняка не успею. У нас еще есть самолёт. Блин. Какая-то команда нюбасов. Вот даже, знаете, странная тема. Я помню, когда в качалку ходил, поначалу было очень тяжело. То есть, приходишь там, надо эти вещи тягать. Ну, плюс куча народу и все вокруг такие уже, знаете, добившиеся результата. Тогда мне это казалось круто, что ты такой накачанный, мощный. И там все такие ходят, короче, галяют. Я вообще был юн и мыслил еще как животное. Ну, я сейчас мыслю как животное, но все-таки не так сильно. Вот. И, ну, как-то некомфортно. А потом, когда уже, ну, там, сам начинаешь добиваться результатов, хоть это было тяжело, как качаться, все такое, но со временем у меня такая фишка... Слушайте, а что это? А-а-а. Слушайте, здесь взрыватель, да, у него стоит? Меньше пробития, но тут взрыватель. Вот этот снаряд весит больше. Но взрыватель. Слушайте, ну, со взрывателем мне больше нравится. Да, тем более он коморный. А это не коморный. Слушайте, надо взять его. Да, давайте попробуем. Я помню, что даже вот в плане качалки, потом вот хоть и тяжело было, но потом прям такая, знаете, нужда пойти в качалку. Вот это ощущение получить, когда выходишь из тренажерного зала и чувствуешь прям, что в тебе, ну, не знаю, какая-то мощь такая, знаете, тестостерон фигарит в кровь там от того, что боли испытывал у тебя эти, ну, я забыл, как они называются. По-моему, это эндорфин, кстати. Когда у тебя, ну, чтобы с болью справиться, гипоталамус выделяет в кровь, и у тебя, короче, прям такое ощущение, что ты, короче, паришь. Вот. И тоже вот это прикалывало. Но это в таких, ну, практически в каждой области нашей жизни присутствует. Так что полезно этим начать управлять, потому что помогает очень. Ладно, есть одни привычки, которые, ну, вот вы испытываете там приятные ощущения, да, и это вас стимулирует, помогает добиваться целей. Но есть привычки, которые тупо забирают энергию, и если разобраться, они очень мало что дают. Если вообще дают хоть что-то. Так, бам. Е-е-е, с фугаса попал, который весит 3 килограмма, ему хоть бы, хоть бы хны. Ах. Вот, и, ну, может быть, от них что? Что, пердюлькин? Что ты от меня хочешь? Да как не нанес, с этим, он же сквозь землю стреляет, ему пофигу. Так. Эх, ты маленький. Штук еще тут приехал. Так. Тихо. Мне кажется, что он сквозь землю стреляет. Он так и есть. Давайте мы перекинем туда. Не, не получилось. Ну, подсветку мы ему дали, видите, самолету нашему. Не, он, 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 он все равно продолжает стрелять. Ладно, мне отсюда надо уезжать, на самом деле. Поехали. Пободаемся с противником. Мне нравится эта идея. Эм, особенно со штуком. Это вообще веселуха. Хотя, знаете что, можно вообще дерзко сделать. Штук же сейчас тут появится. Мы можем на скорости заехать в гору. Так. И удивить тут. Что? Где противники? Тут должно быть несколько танков. А тут ни одного. Ну ладно, давайте штуку хотя бы. Взад бомбанем. По идее, должно получиться. Эээ. А где золото? Что за фигня? А, штук еще не доехал. Ну, можно, конечно, попытаться объехать, но... Даже не знаю, короче. Походу, этот парень стоит там, по вошкам настреливает. Так же, давайте с ним пободаемся. Прям к их базе подъедем. Так. Так, это... Да ладно, блин. Вот что он делает, а? Еще один штук не понимает раскладов. А, не понимает он раскладов. Так. Мэн. Ну, гнездо, ты, конечно, можешь меня просто в лоб пытаться убить. Так. Ха. Да, он и пытается, собственно. Давай уж налево. Ха. Втвою налево. Они вдвоем решили со мной попадаться. Ну, блин. Сколько у него там? Не, мэн. Бам. Тихо, тихо, тихо. Слушайте, а, у меня там союзник сзади. Все, я понял. Еее. Все. Только не стреляй в меня, союзник, пожалуйста. Да, твою налево, говорю же, не стреляй в меня. Они мертвые. Ха. Псих. А, ой, тихо, 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 тихо. Не, погодите. Да, все равно там. Ах. Блин, надо было подождать. Так, этот парень меня сейчас может убить запросто просто. Три. Два. Один. Еее. Я боялся, что у него неуязвимость будет. Ладно, что-то мне не нравится. Тут у них у их базы тусить. Давайте по чуть-чуть отъезжать отсюда. Эм. Так вот. А, ну все, собственно, че, я мысль закончил. Хочу попробовать. Попробуйте с какой-нибудь справиться с зависимостью. Это очень полезный навык. Потому что, ну, а, вот что я, по-моему, не сказал или сказал, что одни зависимости, по моему мнению, они дают преимущество, они полезны. То есть это вас мотивирует, какие-то ощущения. Но есть очень много чего, ну, что забирает энергию и, как я думаю, стоит избавиться. Вырог героин. Да? Героиновая зависимость забирает пойму, ну, энергии, здоровья, счастья и, в общем, вас никто не любит, у вас социально низкий статус. Вы ведете себя как дурак, зависите, постоянно страдаете. От вас никакого позитива и людям это не нравится. Так он, по-моему, падает. Либо он, да. И людям это не нравится, короче. Так что, от этой зависимости лучше избавиться. Ну, вряд ли. На канале есть героинозависимые. Ну, а кто их знает? Эх. That was close. Ну, ладно. Собственно, надо тут поехать разобраться еще с... Не, слушайте, этот парень что-то тут мне не нравится, короче. Он явно что-то задумал против нас. Давайте подождем, пока он прям на нас полетит. Так. Ееее. Вот. И... Стоит это проанализировать в своей жизни. Ну, понимаете, есть, например, привычки, которые вот... Трясти сильно ногой, да? Да, это успокаивает, это невротизм. Но... Это расходует энергию. То есть вы постоянно сжигаете калории, да? Вы постоянно, ну, заставляете сердце сильнее работать. И плюс это сказывается... Ну, это же психофизиология. Соответственно, это психосоматика. И это сказывается на вашем эмоциональном состоянии. То есть заставляет нервничать, как бы волноваться. Да? Как-то, например, с дыханием. Когда вы ровно дышите, да, то... Слушайте. Давайте поможем нашему мену. Воу! Блин, опять эта тема. Когда снаряд пролетает, не пойми откуда. Ладно, я отъеду отсюда. А, его убили уже. Давайте туда закинем. Принят артиллерии огонь! Принят артиллерии огонь. Твоя же налево. Этот парень меня пробивает сквозь землю. Нафиг. Короче, валю я отсюда. Пока... Тут неудобно сражаться. У нас орудие почти не опускается. Точку мы им уже начали сбивать. Так. Ну, или, например, ковырять в носу. Хотя, знаете, я вот читал статью, что... Кстати, как любопытно сейчас может быть. Не, не получилось. Ну, ладно. Фух. Не попал он куда. Мог попасть. Надо отъехать и... Эх. Ладно, мэн, давай. Стой, стой, стой. Главное, не блюк. Ха-ха-ха. Пара-папам. Твою же налево. Ладно. Давай попадаемся с тобой. Твою же налево. Мэн! Помоги! Господи. Команда, мне базов. О, смотрите, как хорошо встал. Ну! Твою налево! Не могу стрелять. Блин. Если мне союзники не помогут, я труп. Ему надо, на самом деле, тупо отъехать. Да. Блин. Четко свелся на него. У меня еще одна жизнь есть, но хочу полетать. Ээээ. Так. У меня ракеты тут появились. Камуфляж. Битва за Сталинград. Какая прелесть. Извините, говорит. Еээ. Самолет просто чудесен. Тем более, у нас там, походу, все вражеские полохи уже уничтожены. О, можно с этим парнем разобраться. Ну, какой же самолет прикольный. Тип 18 и 16. Выглядит он знатно. А, мы вроде уже выиграли почти. Еээ. Надо в них ракеты посбрасывать. Сейчас надо с самолетом разобраться. Вот. Ну, в общем, ковыряние в носу я читал, что... Ух ты. Прикольно. Ковыряние в носу я читал, что это полезная тема, потому что мы в маленьких масштабах, как бы, употребляемся. Ужаляем. Слушайте, бомб на нас летит. Да. У него закрылки убраны должны быть. Тихо. Стоп, мэн. Это ты молодец. Давайте скорость разведем. Так. И вот сюда на него полетим под пустом. Тихо. Еээ, мэн. Твою налево. Тебе повезло. Иначе бы ты сдох. Сто процентов. Ну, эээ. Мы победили. Пофиг. Главное это победа. Главное это победа. Вот. Читал, что, короче, ковыряние в носу. Блин, это, конечно, жестко, наверное, звучит. Ну, короче, ковыряние в носу, оно, мы, когда едим козявки, мы поедаем бактерии, микробов, которые, ну, в нашей среде обитают. И поедаем их в маленьких количествах. Таким образом, это развивает иммунитет. Посему у, там, у всех приматов, у детей, у них это инстинктивно выработанный навык. Поэтому, собственно, козявки, они образуются, понимаете, что мы их едим и, благодаря этому, ну, иммунитет увеличиваем. Хотя это считается не, ну, как бы, социально, социум, короче, это не одобряет, когда вы козявки едите. Типа, ты что ешь козявки? Ты же король. Короли не должны есть козявки. Мы такие, да, да, я король, я больше не буду есть козявки. А потом сидим такие, ага, никто не видит. Едим козявки. Не, Гошан, я никогда не ем козявки. Козявки, это не для меня. Ну, в общем, видите, то есть, с одной стороны, плохая привычка, с другой стороны, хорошая. Или, например, там, чистить зубы, да, тоже же привычка, там, мыться. То есть, есть привычки такие, хорошие, конструктивные, а есть деструктивные. И, я думаю, это такая тема, с которой стоит разобраться.